всем привет дорогие друзья вас приветствует кулинарная студия гастро школа 18 и мы вновь встречаемся на нашей кухне для того чтобы побаловать себя и своих близких чем-то вкусненьким и может быть необычным сегодняшнее блюдо я бы не назвал совсем необычным потому что наверняка каждый из вас помнит как в детстве по утрам мама или бабушка или батя как мы в моем случае делали нам вкуснейшие блинчики почему бы нам сегодня опять не начать утро этот день с блинов но мы сделаем их немножечко необычно мы сделаем опять же по-французски и называться наши блинчики наши десертные блинчики будут креп всю за это вот такое красивое французское название у которого кстати а есть история гласит она о том что когда-то молодой поваренок готовил десерт для какую-то там французского короля который как всегда с номером каким-то там шестнадцатым пятнадцатым четвертым я не помню рядом с этим королем было прекрасное дело и вот этот молодой поваренок просто засмотрелся вот на эту прекрасную деву когда готовил вот эти вот десертные крепы и совершенно случайно разлил туда алкоголь бывает такое ну все нормальные повара готовится вот он разлил совершенно случайно и она совершенно случайно подожглось и вот как тут все это все закружилась ароматы апельсинов как-то там вот заиграли с новыми красками и когда он уже подал это блюдо конечно он очень переживал потому что боялся что она не получилось король попробовал сказал слушай чувак этого просто великолепно а как же называется это блюдо ну конечно это блюдо называется вашу честь король с номером но король то тоже не дурак он видел как он посмотрел на эту юную деву и говорит да нет я же знаю что ты смотрел на эту девушку и вот чарами этой девушки ты приготовил это прекрасное блюдо поэтому давай эти крепы будут называться сюзет сюзет именно так звали эту девушку вот такая вот романтическая история можете тоже ее как-нибудь использовать когда будете подавать своей возлюбленной этот десерт это на самом деле десерт да можете его подавать не только в начале вашего дня а вечером а вот поэтому давайте приступим чего я вам тут сказки рассказываю про королей да про прекрасных дев у нас сегодня достаточно много работы на самом деле потому что нам нужно сделать креп и крепы это французские блины которые десертные такие вот вкусные мы сделаем обязательно апельсиновый соус для наших крепов ну и конечно цедра апельсины мороженое и алкоголь как я сказал завершат наш кулинарный шедевр и так начнем с теста для этого нам понадобится самые обыкновенные яйца 2 яйца разбиваем в сотейничек добавляем сразу немножечко сахара берем символ французской кулинарии венчик и смешиваем сначала яйца с сахаром нам не нужно их взбивать нам нужно просто и хорошенько размешать до однородной массы заодно чтобы растворился сахар сюда мы добавим около 100 граммов молока и около 100 граммов сливок еще раз перемешаем и добавим муки конечно какие же блинчики без муки добавляем часть муки и хорошенько вымешиваем наше тесто чтобы не было комочков как нас учили бабушки мамы для блинчиков консистенция нужна похожая на жидкую сметану добавим немножечко в тесто растительного масла буквально небольшую ложечку еще раз вымешиваем и дадим тесту настояться теперь предлагаю разобраться с апельсинами которые пригодятся нам для соуса прежде всего ну и для подачи красивые филе апельсинов да вы не ослышались у апельсинов тоже может быть филе и я вам сейчас покажу как это делать прежде всего давайте снимем цедру очень ценный продукт в нашем случае напоминаем когда снимаете цедру позаботьтесь чтобы вы снимали исключительно оранжевый слой ни в не белый потому что белый даст горечь мы снимаем вот такими длинными слайсами и эти слайсы затем нарежем тонкой соломкой цедра готова давайте разберемся с филе для того чтобы филировать апельсин сначала нужно с него снять кожицу и теперь вы очень хорошо видите у вашего апельсина все сегменты и как раз по сегментам очень острым ножом берете и вырезаете вот такие симпатичные филе вот такие вот филешки они уже без прожилок поэтому можно их смело поглощать ну и заодно конечно позаботьтесь о том чтобы не попадались косточки вот такие вот замечательные филе из оставшихся апельсинов мы друзья извлечем сок ну или как можно сейчас говорить фреш перед тем как выдавливать сок из апельсинов обязательно прокатите их вот так вот ласково по доске и тогда сок сам выйдет у нас целый стакан апельсинового сока из которого мы сейчас возле плиты сделаем апельсиновый соус чтобы не терять времени дара мы будем готовить не только апельсиновый соус но и заодно приготовим наши крепой ну или по нашему блинчики давайте сразу немножечко добавим подсолнечного масла на сковородочку сковородочка блинная но в принципе это может быть абсолютно любая сковородка на которой вам удобно пожарить блинчики набираем тесто и выливаем тем временем пока блинчик выпекается на вторую сковородочку хорошо разогретую насыпаем сахар и делаем карамель просто насыпаем ровным слоем и оставляем на сковородочке чтобы сахар подплавился и следим за нашим блинчиком обязательно краем глаза подсматриваем за нашей карамелью как только она расплавилась добавляем туда около 100 граммов сливочного масла и таким образом получим сливочную карамель аккуратно соединяем масло с карамелью и вторым глазом подсматриваем за нашими блинчиками блинчики на самом деле не должны быть слишком тонкими потому что потом их будем купать в соусе апельсиновом если они будут чуть-чуть толще тогда они больше в себя возьмут этого вкуснейшего апельсинового соуса как только масло расплавилось добавляем апельсиновый сок и даем всем этим компонентам соединиться набрать ароматов первый блинчик готов снимаем складываем его треугольничком и готовим второй конечно соус может быть на ваш вкус либо более сливочным более жирным это будет еще вкуснее но если вы следите за своей фигурой тогда конечно около 100 граммов масла на данную порцию достаточно итак друзья наши крепы готовы вот такие вот они получились далматинистые да видите в пятнышко красивый наш соус карамельно-сливочный апельсиновый соус готов нам нужно добавить сюда цедру чтобы она прогрелась теперь в этот соус мы загружаем наши крепы чтобы они хорошенько пропитались соусом обязательно с двух сторон и заиграли новыми красками если вы только слышали какие ароматы сейчас стоят на нашей кухне вы бы параллельно начали уже замешивать тесто для крепов чтобы повторить это по горячим следам что собственно я вам и рекомендую блинчики конечно должны хорошенько пропитаться нашим соусом но ни в коем случае нельзя их передержать до той степени чтобы они уже размякли здесь нужно конечно тоже знать как говорится меру выдерживать баланс переворачиваем блинчики на вторую сторону и прогреваем со второй стороны когда блинчики прогреваются уже со второй стороны мы добавляем филе филе апельсинчиков сверху это же их прогреваем вы можете меня спросить а как же они прогреются если они лежат сверху не забывайте о легенде о легенде этого блюда том что в этом блюде сыграл довольно значимую роль алкоголь какой алкоголь брать для этого блюда конечно вы можете взять хороший французский коньяк вылить его сюда и поджечь но вам этого никто не простит такого издевательства над хорошим продуктом конечно вы можете взять апельсиновый ликер что в принципе наверное даже ближе к оригиналу но я решил добавить сегодня немножко миндального оттенка в наше блюдо поэтому мы мы берем миндальный ликер добавляем в наш соус хорошенько прогреваем даем возбудиться алкогольным парам и поджигаем сие действия друзья французы именуют фламбе звучит красиво пахнет безумно вот эти вот благоухание апельсинов цедры карамели ликера миндального это просто что-то нечто сумасшедшее ну в общем то все мы все это прогрели будем теперь подавать итак друзья наш десерт креп все за это готов подают его обязательно в горячем виде и сейчас поймете почему ну наверное во первых потому что горячие блины это очень во вторых наверное потому что этот десерт подается обязательно с шариком мороженого вот этот вот цитрусовый миндальный аромат и сливочная мягкость плюс контраст горячего и холодного это просто божественно поверьте мне если вы это сделаете своим близким они вас просто расцелуют мороженое украсим мяткой и выложим еще кусочки прогретого филе апельсина вот такое вот оно красивое ароматное и романтичное блюдо под названием креп сюзет я уже сказал вам самом начале что вы можете его называть на свой лад то есть можете в соответствии с легендой называть не креп сюзет а если вы готовите для своей дамы назвать нам креп тонюха или креп татьяна креп катерина пожалуйста главное чтобы это было от души и сделано с любовью как сегодня мы с вами это и сделали еще раз вам приятного аппетита ну и конечно до скорых встреч а